Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня мы с вами разберем один единственный стих, стих из самого сложного, такого возвышенного Евангелия, Евангелия от Иоанна, апостола-евангелиста Иоанна Богослова, где вот особенно важно останавливаться и каждый стих размышлять, каждый стих продумывать, настолько он глубокий и совершенный. Однако сегодня как раз вроде охота обсудить стих не такой возвышенный, где нету каких-то там размышлений, где нету каких-то сложных слов Христа, а который просто описывает действия обычных людей, пусть это люди и будущие апостолы. Итак, открываем самую первую главу Евангелия, это Иоанна, и читаем 41 стих. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос. Речь о ком? Речь об апостоле Андрею Первозванном. Апостол Андрей Первозванный, он не входил в число трех ближайших учеников Христа. Помним на горе Преображения кто? Петр, Иоанн и Аков. Там два брата пришли, а тут один только Петр. Вспомним, как Господь воскрешает черри Аирову. Кто на этом присутствовал? Опять же, Петр и Иоанн и Аков. Андрея тоже нет. Вспомним и в Гефсиманском саду. Кого Господь берет с собой ближе молиться за него и просит бодрствовать прежде всего? Тоже, опять же, Петра и Иоанна и Акова. Андрей, где же еще один брат? Человек, который самый первый пришел к Христу, и который берет, открывает своему брату и показывает, вот Мессия, вот Христос, вот помазник, вот тот, кто обещан. Но все-таки вот мы вспоминаем вот это величие апостола Петра, и как он в другом месте говорит, первый исповедует, ты еще Христос, Сын Божий. Не просто называет Христа Мессией, да, обещанным помазником, вот этим посланником, не очень понятно ветхозаветному человеку до конца было, кто же это будет, но говорит, что ты Сын Божий, правда исповедует Божество Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И вот это исповедание Петра, оно, конечно, это неизмеримо более сложный шаг, чем тот, который сделал апостол Андрей. Апостол Андрей, можно сказать, он подвел своего брата Симона к Христу. И это было самое главное его совершение жизни. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, может, мы и не такие люди, которые великие праведники, и спасемся. Но, тем не менее, если мы с заботой относимся к людям, и с заботой в делах, и через эти дела имя Христово прославляется. Если где-то мы на фоне своих трудов, потому что все-таки важно начать с труда, вот Андрей, он был простой рыбак, он трудился, он был образцом для апостола Петра. А Андрей, по преданию церкви, был не семейный человек, а апостол Петр семейный. Наверняка он ему помогал, да, просто вот, ну, раз он же выловил рыбы-то столько, сколько брата, а делиться ему меньше с кем. Да, что тоже, конечно, мы понимаем, что для того, чтобы брат прислушался к словам брата взрослого человека, да, еще в детстве как-то там играются и то всякие ссоры и раздоры. А уж взрослые люди, ну да, брат, ну что сказал, у каждого в своей жизни, раз он прислушался и тоже взял и пошел и увидел спасителя, апостол Петр. Это значит, что он словам апостола Андрея доверял, в том числе таким невероятным, что это не просто там не пророк, а это сам Мессия, тот самый обещанный посланник Божий, тот, который должен освободить от грехов род человеческий. И апостол Петр, он идет, еще не Петр, еще просто Симон, еще не тот камень веры, которым его Господь назовет, а апостол Андрей, он берет и подводит к этому. Точно так же и мы, и мы можем послужить людям, если берем и где-то вот опять же на фоне, подчеркиваю, на фоне своего поведения, на фоне своих трудов, на фоне той любви, которую мы делами показываем, если где-то все-таки мы решаемся и говорим не просто, ой, ну да, там хорошо, ой, да, там что-то так, а вот правда говорим, вот я нашел Христа, я знаю, кто Мессия, я знаю, кто Бог. Не обязательно эту фразу говорить на всякий случай, а просто ты свидетельство о том, что ты с Богом знаком, если ты человеку напоминаешь, говоришь, пойдем со мной в храм, коллеги по работе, давай зайдем после работы, он уходит свечку поставить, или он сходит свечку поставить, скажет, ой, служба начинается вечерняя, давай чуть-чуть постоим, помолимся, или, ой, да, вот мы с тобой стояли, молились на службу, а вот давай завтра до работы на полчасика пораньше зайдем, там, память такого-то угодника Божия Великого, ну почему бы не побывать в церкви, да, потом, а что ты стоишь, ну, как ты там доисподь не дошел. И тут очень важно, что апостол Андрей, не сказано, что он первозванный всех апостолов пошел собрал, главное, что пока что вот он привел одного своего брата, поэтому и точно так же кажется, да не вокруг такое не очень воцерковленное, неверующее окружение, настроенное как-то, ну как я кого приведу? Так нет, если ты одного приведешь, это ты уже тела растяжаешь, и ты уже обязательно Господу принесешь самую лучшую жертву, потому что Господь что жаждет? Для чего он бросает 99 овец и идет соту искать? А для того, чтобы вот это найти, хоть одну спасти, поэтому и мы, приводя хоть одного человека к Христу, можем Господа услужить. И тоже наше имя навсегда останется вот таким в первенствующем списке. Андрей первозванный, первый апостол. Точно так же мы сможем стать, пусть, может, не первым апостолом, все-таки апостол Андрей нас уже обогнал. Тем не менее, если мы будем свидетельствовать о Христе, мы тоже к этому первенству приблизимся. И совсем не страшно, если кто-то нас обойдет. Потому что, представьте, вот нам тоже порой кажется, ой, да, я вот тут ходил в храм 20 лет, 30 лет, а кто-то пришел, я что-то подсказывал. Вот раньше там человек у меня совета спрашивал, сейчас ходит такой важный, да, или там, может, не важный, но тем не менее уже совета не спрашивает, как же так. Я тут весь опытный прихожанин, многолетний прихожанин, самого там основания прихода, еще что-то. А вот тут кто-то без года неделю объявился, и тоже он как-то вот на приходе себя проявляет. Да чего беспокоиться, это же наоборот здорово. Это значит, ну, очень хорошо, если мы к какому-то человеку ко Христу помогли прийти, а он лучше, чем мы, значит, он за нас лучше помолится? Или всегда надо быть только вот в таком первенстве, относительно первенстве, что вот все бегут, люди вокруг с инвалидностью, а я первый прибежал, здоровый человек, ну, дайте мне олимпийскую медаль. Ну, не, не будет такого. Если ты сам хромой, ну, тогда тебе на паралимпиаду, на паралимпийские игры состязаться с людьми, поврежденными какой-то своей телесной части природы. Точно и так же и наша задача не состязаться и не думать, и не сравнивать себя с теми, кто поврежден своей природой духовной, чья душа, душа и терпит урон от греха. Потому что в этом тоже вот мы смотрим на этот стих и тоже понимаем, да, мы можем им сказать, вот Христос, вот он я, я знаю Христа, я с ним уже встретился. И это и только на общем фоне возвышаться, а вокруг люди грешные, невоцерковленные, несовершенные. И себя так можно убаюкать, убаюкать и мимо царства небесного пропаспать. Да, там вот как великим постом поет, душе мое, душе мое восстание, что спишь, конец приближается. Так и наша душа должна трепенуться. Если она уже сама Богу ничего толком принести не может, то может хотя бы кого-то привезти. Недаром, вот если мы поминаем чины различных святых, то вначале, раньше, чем мучеников, раньше, чем преподобных отцов, раньше, чем святители церкви, кто поминаются апостолы и вместе с ними равноапостольные. Да, святая равноапостольная Нина, там святая равноапостольная Мария Магдалина поминаются на богослужении раньше, чем святитель Николай, святитель Спиридон, к примеру. Да, раньше, чем великомучий Георгий, раньше, чем Сергий Радонежский, потому что они приводили людей к Христу. И мы тоже можем пойти по этому пути. Но все-таки, дорогие братья и сестры, не забывайте, для этого нужно быть таким, как апостол Андрей, который уже, во-первых, может сказать, я уже знаю Христа, потому что если ты не знаешь, а что-то о нем знаешь, а ты еще не почувствовал, ты еще не укоренился в вере, то действительно, где тебе свидетельствовать? И тоже быть, как апостол Андрей, который в своем свидетельстве, да, показал, что он трудится, трудится и может хотя бы через свой труд быть убежденным, что кто-то, вот кого он любит, как своего родного брата, в данном случае своего родного брата, но мы можем не только брата, а просто любого человека, которым мы в некотором единстве сердца находимся, к Богу привести. И пусть этот человек нас обгоняет на пути Бога, пусть он будет более верующий. Здорово, он за нас помолится, и это нам поможет наследовать Царствие Небесное.